Привет всем! Сегодня с вами я, Лидия. И сегодняшнее видео я, как всегда, наверное, снимаю по рекомендации, мягко говоря, моего гуру, дочери Дашеньки. Вот, в связи с тем, что я, как с её подачи, она мне скачивается из интернета, книги, которые рекомендуют, например, прочитать. Так вот, она мне посоветовала поделиться своими впечатлениями о прочитанных книгах Тресси Шевалье, английской писательницы, молодой. И я, конечно, не устаю благодарить всех книжных видеоблогеров, которых Даша смотрит, слушает, и которые делятся впечатлениями о прочитанном. Это нам помогает ориентироваться в огромном книжном море, так сказать, открывать для себя новые имена, новых авторов. Вот таким автором и стала Тресси Шевалье. Ну, что я могу сказать впечатления моей об этом авторе и её произведениях? Впечатления меня просто переполняют, да. Я довольна до нельзя, что мне удалось прочитать эти книги. Они познавательны, они интересны, они достоверны до малейших деталей то, о чём она пишет. Причём эта сфера деятельности, так сказать, разнообразная и достаточно тонкая. И я даже никогда не подозревала, так сказать, с чем связан сей труд, как он трудоёмок, как он тщателен, как каких просто нечеловеческих усилий предполагает. И меня подкупило вот что. Дело в том, что она, Тресси Шевалье, пишет, положим, о известных людях, в основном тягодеющих к искусству, в частности, к живописи. Но она пишет не просто, так сказать, жизнь вот этих замечательных людей, а подаётся как-то пунктирно, так вот, такими мазками яркими, подробными, через восприятие, через призму так называемых маленьких людей. Ну, первая книга, правда, я прочитала её не первой, так получилось, что у меня так в электронной книге по порядку она была третьей. Насколько я поняла, бестселлером стала первая книга Тресси, это «Девушка с жемчужиной серёжкой». Вначале, когда мне Даша вот сказала, что вот, ты знаешь, портрет вот этой девушки с жемчужиной серёжкой, я её никак не могла припомнить. А когда она мне, так сказать, в телефоне свою картину эту показала, я сразу вспомнила, конечно же, Ван Меймер. Поэтому, конечно же, я об этом художнике слышала, ну, не настолько, конечно, много, поскольку слабо разбираюсь в живописи, да и вообще, может, не разбираюсь и не увлекаюсь, но, тем не менее, это на слуху. Так вот, вот эта вот первая книга, это как раз и «Как бы о нём». Как бы о нём. Но передан его образ, написан через восприятие служанки. Молодой служанки, 16-летней девушки, которая вынуждена была пройти об услужении, поскольку отец её на производстве ослеп, в результате взрыва, содержать семью не на что, и её пригласил сам. Так сказать, он Меймер, как сказать, к себе в услужение, дабы она уграла его мастерскую, но при этом ничего абсолютно не трогала, не сдвигала с места ни одного предмета. Так она оказалась в этом доме, рассказывается о его семье, о многочисленных детях. И, знаете, что хочу сказать. Как говорят, чувства невозможно передать словами. Кстати, это настолько тонкая материя, что описать её достаточно сложно. пословицу «Помните мне сказки сказать, не первым описать, это одно». И передать другому человеку эти эмоции, эти чувства, это, конечно, очень сложно. И тому автору, которому это удаётся, передать, и ты воспринимаешь он эти чувства, это просто удивительно. И мне думается, что Третья Шевле как раз и обладает вот таким вот даром, когда ты чувствуешь, так сказать, не только, как она описывает, быт, малейшие детали, что пили, что ели, как одевались, взаимоотношения в семье, так сказать, с другими людьми, и всё остальное. То есть вот такие вот детали, подробности. И плюс ещё вот эти вот чувства. И просто вот, вы знаете, чувствуешь, не только видишь вот всю эту картину, ощущаешь, ты просто вот чувствуешь вот вкус, запах, вот всё что угодно, вот эти эмоции, исходящие от этих вот персонажей произведений. И поэтому, как бы, сам-то художник достаточно, так, немножечко, немножечко там, 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 вот через восприятие вот этой вот служанки. Но она и сама, видимо, как даёт понять Третья, не лишена художественного вкуса, потому что у неё не только восхищение вот этим великим художником, не только его произведениями, произведениями, но его личностью, как таковой, влюблённость, будем так говорить, восторг, подвигли. Да и он потом согласился, он позволил ей помогать ему, и она растирала для него краски от свободного времени. У неё вообще не было, то есть занято с раннего утра и до поздней ночи своими непосредственными служебными, кстати, обязанностями, прислуги. Вот, писал мало, я насколько поняла, не более двух, ну, от силы трёх картин в год. Жил бедно, в основном по заказу, но вот эта вот картина, то есть он, видимо, тонкой натурой ощущал отношения вот этой служанки, восторг и какую-то причастность, так сказать, к его художественному творчеству, что он проникся и пожелал вот написать портрет вот этой самой служанки, что, конечно, не свойственно той эпохе, это конец 15 века, 1490 какой-то год, вот, далёкие времена. И вот так показан вот этот образ художника и судьба вот этой служанки, его семьи, её семьи, увлекательно, интересно, познавательно и довольна, что я услышала, унюхала, почувствовала дух вот той эпохи. Ну, это был первое, а я прочитала вначале «Женщина-единорук». Ну, об «Динороге» все слышали, сколько там легенд, был ли мальчик, кстати, был ли этот образ, он велика был, о нём столько мифов, легенд и так далее, и тому подобное. И вот здесь вот, так сказать, «Третья верна себе», она просто досконально изучила по всяким первоисточникам работу ткача, знаете ли, ткача. Ну, что там такого, извините. Вот станок там, ну, в те времена он был, конечно, проще, чем современная, ну, сел за станок, да и тки себе с миром, что там тебе вздумывается, на чём ты специализируешься, а нет. Вот здесь она вот настолько изучила, насколько это тудаёмко, насколько это требует таких затрат, и художественного воображения, и тщательности, причём всё это слепует, то есть отскётся, всё это с левой стороны, то есть изображение это внизу, его не видишь, только через зеркало можно. Как изготавливать специальные картоны для этого. То есть не суть, что художник написал вот эти шпалера, то есть что будет изображено, а они огромные, то есть они во всю стену, их четыре, они, так сказать, единым, каким-то, единой мыслью пронизанную, то есть глубокий философский, религиозный смысл, мифический, вот этот, что каждый означает, тот же единорог, это последняя картина и так далее. И вот опять же, так сказать, это тоже конец 15 века, между Парижем и Голландией, ну, Швейцария тогда была, вот именно там заказывали вот эти шпалера, судьба вот этих ткачей, эти гильдии, взаимоотношения, опять же, и вот, так сказать, взгляд, через восприятие, вот именно домочадцев, вот этих ткачей, которые причастны непосредственно, их судьба, чуть-чуть о художнике тоже, о нанимателе, о заказчике, будем так говорить, и так далее, очень интересным и познавательным. А в Лондоне, значит, Даму Голубову тоже очень емко все это, вот эта обстановка, этот смог, эти туманы, опять же, опять же, еще один персонаж, это великий, это Уильям Блейк, о котором наверняка все слышали, знают, стихотворец, философ и так далее, сам, значит, сделал себе печатную машину у себя в доме, сам писал стихи, сам, значит, изготавливал литографии, сам печатал, не публиковался, по сути, его свободы мысли, это, кстати, его отношения с Красносской революцией, вообще, и вот нюансы, буквально, в течение года, как все это было, его взаимоотношения с соседями, через них все это передано, о дружбе и, можно сказать, вот просто какой-то бескорыстной, когда подруга вот героини, а та, оказавшись беременной, а плюс еще, так сказать, девица с одной деревни, с ней в Лондон приехала и там на панели подрабатывала, оказалась беременной, вот она, так сказать, продав, собрав последние крохи, увезла их на родину, куда удалились родители вот этой девушки, вот, с чем это было связано, вот просто как-то все это радует, радует, да, такие вот мазки, что на фоне беспросветной нужды и прочее, показаны, и как работали, на той же горчичной фабрике когда-то весь в этой горчичи, и волосы пустынеют, и глаза, и все забивается, вся кожа, и внутри нос, и, так сказать, носовые кровотечения, то есть, ну, работа-то еще, какой-то там техники безопасности, либо там еще о чем-то. Ну и, казалось бы, она интересуется Голландией, или Швейцарией в то время, средние века, 15-й век и так далее, Лондон положен там, Уильям Блейк ему уделило внимание, и совершенно неожиданно переметнулось, так сказать, в Америку. Для меня это неожиданностью была, это 1750 год, и, так сказать, она почему-то вот, ее, эта тема, видимо, затронула, и она пишет, опять же, через восприятие переселенки из Англии, которая со своей сестрой от несчастной любви, так сказать, просто по порыву души уехала от родителей в неизвестность в Америку, та якобы сестра должна была выйти замуж за своего, ну, тоже англичанин, который переселился до того еще и имел там лавку, но сестра потом умирает по прибытии. Остается, героиня совершенно одна, без знакомых, друзей, без всего, и вот ее судьба, и через нее, так сказать, вот это положение рабства негров. Конечно, она прикликается, вот эта книга с известнейшей хижиной Дени Тома Вечерстов, безусловно, но вот как-то показана она вот таким вот лучом в деталях. Вот маленький городок, вот там всего лишь две тысячи семей в Америке, и поэтому, значит, как вот служили этот городок, находился на пути так с бегства беглых рабов с юга на север, в Канаду, прежде всего, и отношения вот жителей этого городка и близлежащих, как они это воспринимали, как они помогали вот этим беглым неграм организована даже была вот своя цепочка, свои познавательные знаки, то есть тут пока, охотники за головами, то есть отлавливала этих бедных рабов, возвращала их хозяину, и вот характер выписан настолько вот этой героине, казалось бы, молодая девушка совсем, без, одинокая, абсолютно одинокая, что ее постоянно тоска по дому, чувствовать себя чужой вот здесь, никому до нее дела нет, правда, подруга одна у нее образовалась, там, как она приехала, которая изготавливала капоры, но вот, будучи раздавленной вот этой обстановкой, тем не менее, показан вот такой ее твердый характер, который не смирилась, с отношением, она потом выжила замуж, за фермера молодого, но вот не смирилась, так сказать, с отношением их матери своей секровки, сестры и своего мужа к беглым неграм, поскольку существовали суровейшее наказание за укрывательство и за помощь этим беглым неграм, вот, показала такую твердость, невероятную характера своего, противостояла, и тем не менее, помогала и так далее, все это вот, так вот, как-то все так живо, настолько все передано, трогает до глубины души все это, и плюс еще очень много узнаешь о квакерах, ну, все знали, все слышали, но как-то вот это, да, мормоны вернее, где мормоны, где мы, как бы это нас ни касалось, а вот эти вот обычаи, их обряды, взаимоотношения и так далее, очень познавательно, очень интересно, это одно, второе, очень много, здесь опять же, она дегетия, так сказать, к творчеству, немного, это искусство, не побоюсь этого слова, да, искусство, шить вот эти лоскутные одеяла, вот, я полагала, что это изыски, так сказать, чисто американские, от бедности и прочие дела, когда переселенцы там оказывались, разорялись и так далее, а нет, это переселенцы все-таки из Англии, которые потом заражали местных жителей вот этим искусством, и даже существовала определенная квота, что есть девушка, которая, извините, замуж, то есть измойства уже, она шила вот эти одеяла, и должно быть их не менее девяти, из них вот одно венчальное, ну, свадебное, а остальные там на всяко разные случаи жизни, и не менее девяти, иначе замуж она не выйдет, и это позор, это нельзя. И вот настолько скрупулезно об этом искусстве шитья, я немножечко о нем слышала, потому что, опять же, с подачи моей дочки Даши, она загорелась несколько лет назад, прочитала, прослышала об этом лоскутном шитье, и вот мама с шеей, мама с шеей, мама по кругу, мама, конечно, ручки не доходили, но в прошлом году я все-таки сшила налочки лоскутные такие, интересно получилось, а лоскутное веяло, там немало, так только творчество, воображение, умение, тщательность, очень много она об этом так вот пишет, вот в этом произведении, ну, тут невольно заражить, если честное слово, целое искусство, вот, как бы так, и подкупает, вы знаете, не только видишь, вот то, что Третья Шевелье владеет полностью материалом, о духе, о нравах, вот той эпохи, тех лет, о которых она пишет, что меня удивило, она прямо дает ссылку, да, вот положила, вот последний побег, вот эта вот книга, расовый, расовый, так сказать, расовый, этих безостудков в Америке, там перечень буквально на 2 листа, чем она пользуется, то есть, начиная, она указывает, конечно же, и в качестве, хижины, в виде тому, безусловно, и массу всех, всяких разных источников, вот, книг, изданий, в том числе, и о лоскутном шитье, очень много, и о мормонах, и так далее, и так далее, поэтому наглядно видишь, что писательница владеет материалом полностью, более того, вот, писать художественную книгу, вот так вот рассветить ее, да, и передать еще и свои чувства, это дорого стоит, поэтому рекомендую, да, я очень довольна, что прочитала, полезно, интересно, незабываемо. На сегодня все, до свидания.